Кальянный блок Кальянный блок Найссмок Найссмок Муаааа Сделай мне кальянный, братишка, сделай пастуши И хочу хаман, не хочу пушистой отноши Всем привет, с вами Саня Сегодня у нас кальянные новости, рубрика Смок Ньюс Начинаем мы с главной новостью, с коллаборацией моих партнёров канала Чашечек Мун и компании Original Virginia, которую я, кстати, сегодня ещё и разыграю. Но сперва давайте о продукте. Во-первых, чашки Мун сделали две штучки. Одну на одной я уже сегодня курю. Это чашка Turka 2.0 и вторую чашку они сделали тоже Turka, но только в серии Grand. А по вкусам у нас лимитка Жасмин. В двух линейках Strong и Middle. Я забил сегодня Middle, уже сейчас курю, буду наслаждаться этим вкусом во время ролика. Что это вообще такое? Да, это Жасмин, но знаете, скорее такой Жасминовый сладкий чай. В принципе, вкус натуральный. Да, короче, вкусно. Даже размусоливать не буду, мне нравится. Они поставляются в боксе в таком. Тут идёт чашечка, снизу идёт табак. Можно купить эту в розницу, стоит 830 рублей. Хочу вам сказать, что это отличная цена. Во-первых, это коллаборация, это лимитированные коллаборации. Это 830 рублей, вы получаете чашечку и баночку в 25 грамм табака. Прикольно. Что у нас по розыгрышу? Будет один победитель, вышлю вам такой вот комплект. Тут также эти две чашечки и Жасмин в двух линейках. Что вам понадобится сделать, чтобы стать участником? Во-первых, нужно быть подписанным на мой канал в этот раз. Во-вторых, вы должны быть подписаны на мой инстаграм Найсмок. Все ссылочки будут в описании. И ещё, ребята, обязательно смотрите, чтобы у вас был открыт аккаунт, чтобы я мог посмотреть ваши подписки и в этом удостовериться, чтобы вы подписались на меня. Дальше нужно оставить комментарий под этим видео, почему именно ты должен получить этот комплект. А также ещё в комментарии укажи свой ник инстаграма, чтобы я потом смог связаться. И, конечно же, тебе должно быть больше 18 лет, и ты должен проживать на территории Российской Федерации. Собственно говоря, не будет никакого рандома, я выберу комментарий, который всех больше понравился мне. На всякий случай, все условия ещё раз продублирую в описании. Участвуйте. Где-то, наверное, через недельку я это всё дело разыграю. Не знаю, отправлю в этом году, либо уже после Нового года. Короче, свяжусь, потом всё обсудим. Новиночка от Smok Angels Purple Haze. Это вкус калифорнийских закатов. Такая тема, то что конкретно не указывают, какой вкус. Плюс кто-то пишет, что это что-то похоже на сливу, кому-то это кажется ежевичная тема. В общем, что-то то ли ягодное, то ли фруктовое. Сам я этот вкус не курил. Не знаю, что там. Blackburn 2 нового вкуса. Strawberry Account. Витаминный заряд из освежающего микса спелой клубники экзотического кокоса, приправленной прохладно-терпимым ароматом эвкалипта. И вкус Elderberry Shock. Заряд кислого аромата неподражаемых ягод бузины с терпким, но сладковатым нюансом. Странное описание, но со сладковатым нюансом. Короче, бузина пошёл какой-то тренд. Много кто уже в последнее время начал выпускать ягоды бузины. Последний раз вот я у Русска пробовал. Понравилась классная ягодка от Blackburn. Тоже ждём, интересно, что будет такой за миксочек. Новогодняя лимитка от Sarma. Таёжный чай. Согревающий крепкий чай из душистых таёжных трав и ягод. Такой вот согревающий зимний миксочек. То, что нужно в эту холодную пару. Вторая новость. Они сделали новые фасовки по 25 грамм. Розничная цена будет 190 рублей. Это отлично. А то до этого вроде были 100-граммовые упаковки и упаковки 40 грамм. Если я не ошибаюсь, 25 это хорошо. Больше людей сможешь попробовать. Новости от Адапта. Удивительно, в этот раз не какая-то новая коллаборация, линейка, вкуса нет. Они сделали новый уголь. Новый, в смысле, нового поколения, как они сами пишут. Сделан из отборной древесины. Быстрый рожек за 90 секунд. Идеальная форма. 25 мм формат. Удобная фасовка в брикетах по 4 штучки. Вот за это я не уверен. В принципе, я всегда курю на 3-25-х. Обычно всегда хватает. Дальше. Универсальный рожек можно либо от огня, либо от печки. Не содержит аммиачной селитры, пишут. Нет дыма и запаха при рожеке. И не влияет на вкус табака. Последний. Быстрый разжигающий уголь. Конечно, я вот не беру все эти таблетки. Я пробовал. Мне высылали давно кокафаст. Но, знаете, мне не очень понравился этот уголь тем, что он дает такой мягкий жар. Это хорошо подходило под бестабачку, в которой не особо-то надо много жара. Но, например, какой-нибудь элемент, которому надо дохрена жара в крепких линейках, этот уголь для него не подходил. Будем смотреть, ждать. Может, действительно какой-то прорыв технологии, и это станет популярным. Посмотрим. Чебака. Первый вкус классической линейки. Арбузная жвачка. Освежающий аромат жевательной резинки с насыщенным сочным вкусом арбуза. Ну, блин, арбузная жвачка очень как-то банальна. И второй вкус миксовой линейки Чебака Микс. Зеленая содовая. Безалкогольный напиток с травянистыми нотами базилика и насыщенной кислинкой гуалы. Ну, травянистая очень тема, какой-то коктейльчик. Ну, в принципе, прикольно. Ок. Калейдоскоп. Опять выкатили. Ну, ладно, один только новый вкус на этот раз. В прошлом выпуске они буквально были. Давно уже, ребят, ничего не было слышно. Три вкуса до этого дропнули. Вот сейчас еще один в догоночку. Вкус Рэбби Рэд. Гармонии кислой красной смородины и терпкие брусники. Ну, какая-то ягодная тема. Табак Икс. По-моему, разве что месяца два-три какой-то такой там дропчик был. Но что-то они в последнее время все равно подутихли. Раньше позиционировался как бюджетный, очень доступный табак. Но в последний раз, когда я заходил в розничный магазин, 50 грамм стоило 200 рублей. Как-то это уже не совсем-то бюджетно получается. Итак, вкус куранты, черная смородина. Все в описании. Джамм, три нового вкуса. Черная смородина, сладкие ягоды смородины с приятной кислинкой. Кактусовый финик, по-мексикански освежающий вкус плодов кактуса. И лимонный пирог. Прямо из духовки рассыпчатый пирог с лимонной начинкой. Здесь у меня много, очень много последних новиночек от джема. 20 вкусов и еще там валяется вкусов 5. В этом году уже очень сомневаюсь, что будет обзор. Я все еще чабу-то к вам и не показал, на обзорчик обещал. Что сказать, ждите. Я еще этих вкусов не пробовал. В принципе, джем у меня был последний раз на обзоре в начале года. Кстати, вдруг вот рекомендация. Мне тогда не очень понравилось то, что у них либо аромки, у некоторых вкусов, либо очень ненасыщенные были аромки, либо они улетали спустя 5 минут. Но мне месяца, может, два назад бокс Мун прислали в коллаборации с джем. Там у них был банановый коктейль и Байкал. Я их попробовал и, знаете, мне понравилось. Потом я тут с компанией, мы списались, договорились на обзорчик, новиночки. Короче, буду спинника прокуривать. Ждите обзора. И еще по боксам. Табу. Одна из моих любимых без табачек сделала ребрендинг. Тоже у меня на них как-то был обзорчик. Все очень понравилось. Сейчас ребята сделали вообще совсем другую тему. До этого они вдохновляли Зигмунда Фрейдом. Сейчас же они вдохновляются какими-то мемайскими. Что-то похоже на рисовку из Рик и Морси. Внутри. Новые вкусы. Есть пару новых вкусов. Все мне написали то, что некоторые вкусы они переработали. Сори, ребята, обзорчика не будет. Они мне просто так отослали. Но я уже пару вкусов. А, нет. Пару вкусов. Что я тут успел покурить? Апельсиновую газировку я покурил. Понравилось. Естественно, похоже на какую-то фанту. Тут еще такой футлярчик был, ребят. Тут маленький такой скейтборд. Сори, у меня там на полке стоит. Мне сейчас лень будет его доставать. Все, ребята, кстати, новости с посылочками. У меня все время выходят сторис в инстаграме. Так что вот же вам опять повод подписаться, помимо розыгрыша. Чтобы не пропускать всякие интересные новиночки, посылочки. Короче, табу. Такая тема. Буду пробовать постепенно. Возможно, что-то там в следующих я выпусков расскажу, что успел покурить. Идем дальше. Новый аромат от хулигана. Майстик. Это кислая черника. Да, все описание, знаете, такое двойокое ощущение. С одной стороны, я не люблю большие простыни с описанием вкуса. Но с другой стороны, хотелось бы чуть больше каких-то прилагательных, каких-то эпитетов. Ну, хотя с другой стороны, краткость с раталантом. Наш. Два вкуса. Мамба. Все мы любим мамбу. И Сережа тоже. Вкус апельсиновых конфет с нотами малины и вишни. И также вкус индиго. Микс из черники, малины, бузины и цветка индиго. Вот это уже что-то новенькое. Цветок индиго. Что это вообще за вкус? Как они его показали в кальяне? Интересно. Будет интересно покурить. Спектрум. Два нового вкуса. В линейках классик и хард. Драгон микс. Вкус сочного драконьего фрукта в сочетании со спелой айвой. И репфрут личи. Аромат натурального плода личи с нотами цитрусов и превосходным цветочным оттенком. Но в отличие я не особо-то люблю. А вот. Петахайо. Он же драконий фрукт. Драконий глаз я уже забыл, как называется. Давно не курил этот вкус кальяне. Интересненько будет попробовать. Еще плюс тут спелая айва. Мне уже идет новогодний бокс от Спектрума. Там, думаю, будет этот самый вкус. И еще мне так и не терпится покурить рамен с курицей. Думаю, даже обзорчик... Ну да, скорее всего, будет у меня обзорчик на канале. Но уже, опять же, в следующем году. Ждите. Ну и заканчиваем выпуск еще одной коллаборацией. Бончо и Лергман. До этого они сделали эксклюзивный вкус, лимитированный, который у меня, кстати, тоже был обзорчик. Тут сейчас рекомендацию будет. Там был вкус. Инжира, чернослива, грецкого ореха и меда. Сейчас же они сделали чашечку. Опять это лимитированная тема. Всего будет 732 чаши. Этот номер приурочен к дню рождения Бончо 2 года. Собственно говоря, что касается фанела. Похож он. Мне кажется, это он и есть. Та же самая форма, которая была у компании Бончо. Они тоже делали свои чашки. Есть турка, есть фанел. И вот фанел, по-моему, один в один. Матовые текстуры, такая шуршавая внутри. Какая-то супер-пупер новая глазурь, как они сами пишут. Хотя, вот по цвету, мне кажется, они чуть-чуть не угадали. И, кстати, надо было её сделать тоже полностью чёрной. Мне кажется, было бы гораздо симпатичнее. И эта тема будет продаваться в родинцу. Будет стоить 1100 рублей. Кстати, достаточно-то... Ну, не сказал бы, что вот супер-дорого. Всё-таки это лимитка. Мало чаш. Я думал, что они будут как минимум по полторы продаваться. Но за 1100, в принципе, ценник норм. Симпатично. Только вот шрифт мне не очень понравился. А здесь больше уже какая-то каллиграфия идёт. Мне кажется, что всё-таки чуть-чуть не сочетается. И, кстати, у каждой чаши ещё будет свой номер. Тоже прикольная тема. Но мне ещё плюс непонятно, почему именно они сделали коллаборацию. Именно чашки сделали под Бончи. Всё-таки Вергбунты известны своими чашками ещё аксессуарами. А у меня есть много чашечек от Вергбунта. Мне очень нравятся их фаналы Зевс. И мне кажется, что всё-таки надо было сделать такой чёрно-матовый Зевс. С надписью Бончи Вергбунт. Выглядело бы, наверное, лучше. Ну, ладно, что сделали, то сделали. Всё равно выглядит классно. Всё, на этом мы с вами будем заканчивать. Обязательно подписываемся на мой канал. Подписываемся на партнёров канала Чашечки Мон. Не забывайте про конкурс. Опять же, все условия будут в описании. Ставьте лайк, пишите свои комментарии. А с вами был Саня. Кальян и канал Найсмок. Всем вам дымных и вкусных кальянов. Всем пока. Пока. Шасмин.